йоу привет это до воды и сегодня у нас будет обзорчик продукта искра от всеми любимого друга шаха хундала и здесь есть еще чашечка мун но почему мы снимаем с багажника потому что друг мой я хочу тебе сказать что сейчас моем telegram канале мы разыгрываем 3 блока искры и ты можешь это выиграть переходи по ссылочке в описании переходи на мой канал и просто жми кнопочку участвовать и забирай такой бокс себе а их целых три штуки погнали йоу вот так вот мы быстро переместились в сад лаунж город ростов-на-да-ану и давайте смотреть что же здесь в боксе от компании искра поговорим про этот бренд проговорим вообще все что я о нем знаю поговорим о бывшей шаха или это шах ее бывшие там там прочь понятно будешь прочь также напомню что это мы разыгрываем в моем telegram канале а три блока всех вкусов так далее что у нас здесь есть у нас здесь есть чашка от муна как я понял она брендированная под искру типа спецзаказ и так далее но нам это не интересно у нас есть кальян мэтт перчик в нем забита искра ананас и давайте смотреть что же у нас здесь еще есть масочки еще масочки хотя они вроде как уже не актуальные но все равно их ложат есть вот такие вот прикольные шильдички такую мелочевку я обожаю у меня есть крутая джинсовка и на нее все это можно наверх есть футболка искра шах 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 как ты так сделал блять что ты мне прислал ебаную эльфу для знаю что на меня ели как залазит xl к я надеюсь лавику касаткину ты тоже отправил xs q думаю что она на него налезет футболочек сразу на минуса куда-нибудь и денем соответственно что мой штучок искра пускай будет здесь на работе еще шильдик и по итогу у нас три шильда и очень-очень много баночек табака давайте смотреть брошюрку искра есть такие вкусы как orange blabberi apple mango strawberry пинопол а нектарина black currant raspberry lemon lemon по вкусам немного но для первого дропа искры это очень хорошо давали теперь маленькая такая история компания искра дала о себе знать на прошлой выставке hookah club show 22 там соответственно стенд вызвал много эмоций многие люди к нему подходили пробовали все только из-за публичной персоны а это у нас шах шах работал раньше в крупной компании табачной поэтому его все знают и плюс он крутой пацан и как бы ровненький ровненький а еще у него была кальянная которая сгорела вместе с кошкой я прокуривал эти вкусы что на выставке что так прокуривал дома потому что бокс ко мне приехал почти две недели назад и я думал что пока все это не прокурю я ничего про это говорить не буду что у нас классические шайбы все классическое все собственно акцизное конечно же с честным знаком без этого сейчас на рынке просто никуда по ароматике тоже все норм но и за счет того что бренд не супер оля крутой не супер известность соответственно представление и мысли об этом бренде немного негативные чем тем что типа искра что куда то это какая-то хуйня все что на выходит новая эта хуйня но я в этой каше нахуй блять много много сука лет и когда-то когда-то я снимал обзор на мазхэв это было очень давно и мне все написали что мазхэв это хуйня новый продукт мазхэв это хуйня самый лучший это дарксайт дава ты продался мазхэв хуйня интересно эти люди когда курят мазхэв и дрочат на этот мазхэв вспоминают то что они мне писали когда-то или нет а идет хороший продакшен идет хорошая реклама идет хорошая такая маркетинговая компания а еще компания искра мне прислала охуенную вывеску в виде искры видео такой вот звездочки но я ее врубил дома поэтому сюда соответственно не привез и теперь давайте поговорим о том вот ты пришел видишь что искра лежит на полках вот так ты думаешь что за хуйня ну ладно куплю я одну баночку и вот здесь и я попробую сейчас сказать тебе что тебя ждет когда ты забьешь себе любой вкус искры по накуриванию по крепости это гораздо выше чем мазхэв при правильной температуре прогреве на четырех углях и курение на трех углях ты получаешь просто хорошую сосочку с хорошей крепостью из хорошей накуриваемость то касается аромака их не так много этих вкусов но из них на самом деле очень сложно выделить какой-то топ потому что они более-менее все одинаковые то есть они не супер вау но и это не полноценная параша я не могу сказать что аромка супер крутая что это лучше чем аргелине ананас что это лучше ананас чем допустимо дарксайдовский ананас но это ананас и он чувствуется по фракции тоже все заебись все нормально все можно блять спокойно забивать пушить ничего не ложится а не закрывает твои дырочки на прямоточках но не стекает как сука и не течет тебе в колбу а я думаю что мы не будем брать во внимание такие вещи какой листа какое сырье какие технологии что там делают с никотиновой там кристаллизации и прочей прочей хуйней давайте реально просто поговорим обо на обыденном языке что продукт в принципе курица нормально курить его можно да он дымный друг мой да он дым самое интересное что по ценнику он очень сладкий для дистрибьюторов тоже это сладчайший продукт который нужно прямо сейчас забирать нахуй и просто на нем хорошенечко зарабатывать деградации вкуса примерно прокуривая ягодные вкусы а ягодные вкусы у искры самые самые сочные самые такие более естественные и которые не мы лет вот ягодные больше всего держатся прям на плаву они не тонут они не падают по аромке и в принципе до конца курения можно спокойненько даже пару раз поменять угли чтобы полностью насладиться всем вкусом что касается цитрусового вкуса именно это у нас апельсинчик то вот с ним сложновато апельсин очень сильно цедровый какими-то местами он очень сильно сладкий и если гости попросят хороший апельсин то не рекомендую брать именно апельсин от искры потому что он многогранный по аромке и не совсем иногда его можно распознать как апельсин скорее всего как какой-то сладкий красный грейпфрут чем же заключается по моему мнению большая проблема искры это в том что она искра название на самом деле не очень такое популярное но это лишь дело времени к скоро мы к этому привыкнем как и к многим другим начале мы думали чё за хуйня чё за название не могли придумать лучше а в итоге получилось что название это вполне лаконичная вполне хорошая и хорошие этому пример табак элемент блять элемент чей нахуй и в итоге что все элементы элементы вполне в принципе легко все это проговаривается из таких супер 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 ебейших возможности этого продукта я скажу о его хорошей жаростойкости и так сказать износа стойкости даже если ты его сильно перегрел пошел посрал бассал немного придремнул то его легко очень восстановите так сильно именно а в полнейший пиздец перегрева не уходит вот так вот такого нет с этим все очень тоже хорошо но и конечно же на разогреве тоже очень быстренько бодренько забил положил уголечки подождал буквально минуточку бам-бам и спокойно сидишь куришь залипаешь на мои обзорчики и соответственно жмешь кнопочку участвовать моем телеграм-канале потому что там мы будем разыгрывать три целых бокса от компании искра поэтому это табак искра шаху привет спасибо за вывеску за шильдички за футболочку размера l которая мне нахуй никуда не подойдет но все равно спасибо что она хотя бы есть поэтому всем пока это сад лаунж это был дава дым и продукт искра 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 и еще раз искра